Привет, друзья! С вами канал Учимся отдыхать вместе. Сегодня новости из России. Въезд в Россию упростили для граждан 19 стран. Оформить туристическую визу они могут по броне гостиницы. Правительство России утвердило перечень из 19 государств, граждане которых смогут получать обыкновенную туристическую визу Российской Федерации на срок до 6 месяцев по броне гостиницы. Распоряжение от 16 февраля опубликовано на портале правовой информации. В список вошли Иран, Индия, Турция, из которых в Россию сейчас приезжает максимальное количество туристов. Кроме того, туда вошел подающий надежды на возобновление туристического потока Китай, богатые состоятельные туристами Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, там же Мьямна, где в декабре побывала делегация Минэкономразвития, традиционно дружественная нам Сербия, Корейская Народная Демократическая Республика и другие страны. Перечень вы сейчас можете видеть на экране. Теоретически, это решение упрощает самостоятельный туризм из этих стран. Любой китаец, перс или северкореец после 5 марта, это дата вступления в силу соответствующего закона, может сам бронировать отель и ехать в Россию, не обращаясь к услугам туроператоров. Но на практике мало что изменится. Как мы уже рассказывали, по словам экспертов, крупные гостиницы и ранее помогали открывать визы, так как специально для этого уже получили туроператорский статус. Кроме того, иностранные туристы, особенно из таких стран, как Китай и Индия, как правило, путешествуют группами и бронируют именно маршрут по России, а не отель. Что действительно ждут в турбизнесе с нетерпением, так это выполнение поручения президента о запуске электронных виз для иностранцев. Свои предложения МИД Российской Федерации сначала обещал предоставить к концу 2022 года, затем к 31 январю 2023 года, но конкретики в публичном пространстве нет до сих пор. На сегодня у нас все, оставайтесь с нами и следите за новостями. Субтитры создавал DimaTorzok